Добрый день! Сегодня хочу вам рассказать про товарный отчет торг 19 в 1С розницы и вообще про сольдовый метод учета именно в розничной торговле в общепите как он применяется что нужно делать там и как это все взаимосвязано смысл в чем в розничной торговле учет ведется в розничных ценах давайте откроем продажи точнее продажи отчета по складу да то есть этот отчет к складу относится и для начала откроем оценку склады в розничных ценах вот оценим магазин продукты и склад отдела продукт и номенклатур характеристики выбирать не будем на начало вот этого дня сформируем оценки вот у нас соответственно есть стоимость склада в розничных ценах есть количество остаток есть себестоимость вот и смысл в том что за списание за там пересортицу за неправильную продажу да там за потерю недостачу и так далее вот продавцы в магазинах обычно обычно да там по российскому законодательству и вообще по любой какой-то системе отвечают вот в этих вот розничных ценах в этих розничных ценах но здесь указана стоимость соответственно просто надо разделить вот это вот стоимость на осадок и соответственно получится некая розничная цена и если мы допустим 2550 разделить на 50 получится 51 рубль если крупа гречневой русский продукт пропадет там две две упаковки то 102 рубля будет суммовой оценкой и за эту недостачу там например управляющий магазин может отвечать вот в размере там именно 102 рублей они закупочной стоимости вот соответственно это сильно упрощает жизнь с той точки зрения что не применяются никакие методы там фифо лифо средние оценки не нужно считать там какие партии товара какие партии товара пришли по какой цене не нужно всем этим заморачиваться то есть просто есть розничная оценка и соответственно в рамках этой розничной оценки происходит все документальное оформление вот для того чтобы все это полностью отразить в рознице есть еще отчет который называется он также в складе да там обращай внимание что эти отчеты относятся к складу есть отчет который называется товарный отчет торг 12 это унифицированная форма которая утверждена приказом Росстата или приказом Росстата сейчас не помню номер приказа но в том смысл смысл в том что это унифицированная форма она может вестись вручную может вестись в автоматическом режиме вот сейчас покажу вам как она формируется в автоматическом режиме выбираем период выбираем начальный конечный период выбираем магазин выбираем обязательно организацию юридическое лицо склад можно выбирать можно не выбирать вот также можно указать там номер отчета да там можно указать отображать суммы закупки и продажи да там эту галочку поставить и нажимаем сформировать дальше у нас формируется отчет который состоит из двух разделов да то есть во-первых сюда попал номер дата составления да там которая вот конечной дате равняется и отчетный период это с начальной даты по конечную дату дальше сюда попали все данные которые касаются расчетного счета и на этом и так далее вот кстати говоря номер госкомстата россии аж девяносто восьмого года 132 этого отчета и кстати опять же да то есть вот эта форма зачем здесь все данные все данные здесь указаны этот форма очень часто применяется для в банк для оценки кредитоспособности там организации там и так далее и соответственно здесь у нас есть все документы те которые относятся к приходу то есть есть товарный остаток на начало там 32 тысячи триста семь четыре рубля очевидно что это вводом остатков документ вводом остатка все введено потом дальше у нас есть пересортица которая отработала обращаю ваше внимание на вот rt1 от 1103 то есть она отработала как в приход да там в плюс по каким-то позициям так и в расход на 192 50 рублей да то есть один и тот же документ он сделал и плюсовую и минусовую запись из-за того что товар один был списан а второй товар был оприходован дальше у нас есть установка цен установка цен причем цены вот если вы увидите там розничную цену она вот везде увеличилась так скажем увеличилась и соответственно в итоге оценка склада там на 24 тысячи увеличилась а потом у нас есть две приходных накладные накладные которые поступили на этот склад от поставщика соответственно они тоже увеличили суммовую оценку у нас есть еще одна установка цен которая на некий некий товарной позиции но в конкретном случае на пиво да там установила розничные цены и очень серьезно увеличил оценку склада и есть еще одна тоже установка цен это вино столовое белое там и так далее и есть соответственно то же самое отчет о розничных продажах то есть это документ который списывается склада и учитывает продажи есть возврат поставщику то есть мы сейчас уже рассматриваем документы которые со склада списывают дан списывают товары еще один отчет еще один возврат и еще один отчет различных продажах и в итоге мы умеем имеем вот такую вот оценку склада на конец периода да там и вот такой перечень документов вот соответственно напечатав этот отчет вы можете его передать бухгалтеру да то есть и соответственно он поэтому перечнем документов проведет сверку и допустим может запросить у вас всю первичку чтобы каким-то образом вести там за вас учет если это нужно вот может этого не делать там зависимости от вашей системы нового уважения все происходит вот зависимости от того каким образом это все учитывается и соответственно данные этого отчета торг 12 нужно понимать что они могут совпадать и могут не совпадать с оценкой склада в розничных ценах потому что оценка склада в розничных ценах она делается на конечный период там в каких-то ценах торг 12 это разница между приходом между поступлением и расходу соответственно вся прелесть этого товарного отчета там торг 12 если вы его будете делать регулярно вы будете знать вот эту цифру да там суммовой оценку склада на конкретный период и собственно говоря вы будете понимать что если она у вас сильно отклоняется от некой нормы которую там вы сами себе задали то соответственно на складе у вас происходит что-то не то да там и вы должны знать почему это происходит либо у вас там большой приход новый товар пришел либо вы заводите на полке новой позиции либо что-то меняете там и так далее особенно это заметно вообще пить и да там когда у вас есть какая-то . и вы точно знаете что она производит да там вы знаете все прыжки по выручке все прыжки по производству допустим перед праздниками перед выходными там и так далее у вас неожиданно что-то такое произошло что у вас там в каком-то месяце вот сумма да там оценки по розничной точке допустим там увеличилась ну на 20 процентов соответственно вам нужно садиться и разбираться что же это такое произошло либо там неправильные закупки либо еще что-то вот соответственно вот такой простой отчет называется он торг 12 точнее торг 29 находится он в разделе склад вот это важно да то есть то что в разделе склад и соответственно в рознице вот все остатки они неким образом оцениваются в каких-то ценах не в закупочных вот товарный отчет торг 12 и вы можете вас формировать и сформировать любую расшифровку помните что в рознице все движения товар под учитывается в розничных ценах помните что списание недостачи все взаимодействие с продавцами консультантами с супервайзерами с управляющими магазинов также происходит розничных ценах выстраивайте свою систему розничных продаж и если у вас будут вопросы по тому как подключить торговое оборудование потому как организовать учет розницы потому как организовать учет в общепитии обращайтесь компании кодерлайн мы с удовольствием вам поможем это сделать если эта информация была полезна для вас ставьте лайк подписывайтесь на наш канал а чем больше подписок чем больше лайков тем больше людей узнает о том как можно вести учет в рознице сальдовым методом большое спасибо 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 спасибо